Я в прямом эфире. Добрым утром. Меня зовут Фейга Салитан. Я женский коуч. Женский. И это очень важно, потому что я фактически впервые сейчас буду что-то вещать на смешанную аудиторию. Я не просто женский коуч. Добрым утром. Ура. Даже люди сразу присоединяются. Класс. Вау. Обалдеть. Привет. Привет. Напишите мне сразу плюсики, если меня видно и слышно, чтобы мы на этом больше не останавливались. Еще раз скажу, что меня зовут Фейга Салитан. Я женский коуч. Я специалист по женскому ресурсу и автор первого в Рунете курса и программы по выходу из материнского выгорания. Я начала этим заниматься еще в те времена, когда про материнское выгорание неизвестно было, что такое существует. И тут меня мужчины как раз лучше поймут. О, плюсики. Супер. Потому что термин выгорание существовал как термин профессиональный. Выгорают у нас как-то учителя, врачи, воспитатели детских садов, водители автобусов. Тоже можете встретить в выгоревших больших количествах. О материнском выгорании заговорили только три года назад. И, кстати, поскольку хануку у нас начинается уже вечером в Йомри Шон, насколько я помню, то сегодня, помимо того, что мы с вами немножко познакомимся, я дам одну фишечку. У нас сегодня будет супер-мега короткий эфир. Рэбе, наш Рэбе любаячески говорил, что учиться можно у всякой вещи. И сегодня я бы хотела с вами заострить внимание на том, чему нас может научить ханукальный кувшинчик. Потому что именно ханукальный кувшинчик лег в основу моей программы по выходу из материнского выгорания. Я сакцентировала внимание на том, что я коуч женский. Я служу женщинам, я женщина и я для женщин. Тем не менее, поскольку портал у нас смешанный, да, платформовая игра, когда здесь есть и мужчины, и женщины, то чем может быть полезно мужчинам? Во-первых, обратить внимание на то, что происходит с вашей любимой. А во-вторых, понятие выгорания и то, о чем я сегодня буду рассказывать, это вещи, которые работают для всех. Потому что, смотрите, человеческое существо, человек, он создан тоже по принципу сосуда, по принципу кли. И чем является кувшинчик? Он является сосудом, он является кли. У нас есть наше тело, это внешние стенки сосуда, у нас есть душа, это наше содержание, наше наполнение. Боже, такое количество сердец, которые просто не перестают течь, и это безумно приятно, правда. Когда ты приходишь в абсолютно новое место, то сначала стрёмно. Спасибо за поддержку. Итак, мы будем сегодня говорить немножко про сосуд. Вообще, Ханука – это не мой праздник. Ещё два месяца назад я переживала, что до сих пор не придумала себе костюм на поле. Но Ханук – это тот праздник, который всегда, который сам меня выбирает. Все мои первые оффлайн-встречи с женщинами были на тему Хануки. Концепция по выходу из выгорания тоже сформировалась на примере вот этого кли сосуда, о котором я сейчас вам расскажу. Я придумала медитацию «Как быть сосудом для ресурса». И мы её делали с женщинами оффлайн неоднократно. Даже здесь я вижу тех, кто был у меня на одной из таких встреч. Добрым утром! Итак, рассказываю идею сегодняшнего дня. Каратенечко. Поскольку человек тоже создан по принципу сосуда, с душой, с содержанием и с наполнением, по сути, это такие основы кабалы, сосуды и их наполнение, то я обнаружила, что выходить из выгорания… Что у нас такое выгорание? В двух словах. На самом деле о том, что такое выгорание, о его механизмах, как это работает, как быть успешным человеком и при этом не выжигать себя в пепел. Об этом мы будем говорить уже после Ханаки, на каких-то более обстоятельных с вами уроках. Скорее всего, будем вещать ещё параллельно на Фейсбук. Сегодня у нас лишь такая маленькая точечная встреча. Итак, для того, чтобы светить, не сгорая, вместо одного дня восемь бесконечно и получать силу напрямую от Создателя, нам необходимо позаботиться по факту о трёх вещах. Итак, первое – это, и это первая ступень моей программы, да, по выходу из выгорания, я разделила её как раз на такие же три ступени. Первое – это внешние стенки сосуда. Об этом, кстати, Исхак Пентусевич говорит очень много. Внешние стенки сосуда – это наше тело. Когда мы говорим о работе с выгоранием, меня очень часто поначалу, когда я начинала только работать с женщинами, это было пять лет назад, обвиняли в недостатке духовности, что как же я не понимаю, что все причины выгорания женского от непонимания, какую великую миссию они несут в этот мир, материнство, дети. Нужно преисполниться, так сказать, и фигачить. Но преисполниться чем бы то ни было в бизнесе, в материнстве, абсолютно неважно. В чём абсолютно бесполезно преисполняться святости, пока ты спишь по четыре с половиной часа и не высыпаешься, забываешь есть, забываешь пить. Поэтому мы не можем, совершенно никак не можем сбросить со счетов внешние стенки сосуда. И посмотрите, что в Ханку происходило. Разбито, всё разбито. То есть некуда положить, неоткуда взять. Поэтому первая вещь, о которой мы заботимся с вами, когда мы чувствуем, что мы обессилены, это проверяем себя по первой, как я это называю, ступени. То есть мы проверяем наши стенки сосуда. Абсолютно бесполезно наполнять, наполняться духовностью, с приятными впечатлениями, как сейчас говорят, наполняться. Такое прекрасное слово. Если у вас пробито дно, если вы не высыпаетесь, если вы не занимаетесь спортом и так далее, и так далее. Просто бесполезно. И об этом, кстати, иудаизм тоже говорит, что для того, чтобы Тору принять, сосуд должен быть крепким. Окей? Поэтому попытки пройти первую ступеньку и сразу же ломануться в духовность, как мы все с вами очень любим, это будет очень сложно. Мы знаем, что мы можем влиять на внешнее через внутреннее, на внутреннее через внешнее. Но гораздо проще взять пример ханукального кувшинчика и проверить, что у нас там вообще со стенками сосуда. Окей, этот момент понятен, заплюсуйте мне. А я пока перехожу к следующей ступени. Что мы видим дальше? Мы видим внутренние стенки сосуда. Это очень интересная история. Это, как правило, самая обширная история. Можем ли мы налить чистое масло в кувшин, если внутри нашего сосуда, то есть на уровне души, на уровне эмоций, на уровне всего того, что происходит в нашем теле, и влияет, кстати, на него напрямую. Это очень связанные вещи. Потому что душа и тело, они идут в паре с самого рождения. Они знают друг друга так плотно, так реагируют хорошо друг на друга, душа и тело. Можно прям буквально пронаблюдать за телом и понять, что чувствует душа, понимаете? Это тоже очень важный нюанс. Итак, мы проверяем себя внутри. Мы не можем... Вот, кстати, наша недельная глава тоже об этом немного говорит. Вы помните, когда братьям кинули... Добрым утром! С добрым утром! Когда Йосеф оказался в яме, его кинули в яму, и упоминается, что яма была без воды. Яма, в которой нет чистой воды, то есть если внутри нас нет чистого наполнения, там всё время заведётся какое-нибудь дерьмо. Змеи, скорпионы, кошки будут скрести на душе, тараканы будут танцевать вайс. И мы все прекрасно знаем, что иногда мы сами создаём то, что в иудаизме называется стима, засор. То есть, казалось бы, всё к нам может идти, энергия Творца к нам может идти, благословения к нам могут идти, деньги, любовь, счастье. Но мы как будто сами это не пускаем, потому что внутри нашего кувшина нет места для святости. Просто нет места для святости. Поэтому второе, что мы прорабатываем, когда мы чувствуем, что мы находимся в выгорании, это внутренние стенки сосуда, это наши ментальные установки, это наше обожаемое чувство вины, у девчонок особенно. Это огромное количество тараканов. Не буду даже сейчас заострять внимание и перечислять. Это то, что не пускает к нам святость. Это то, для чего мы, собственно говоря, и учим Тору. Чтобы учим Тору, ходим на терапию, вот эти все прекрасные вещи, приходим к коучу, для того, чтобы почистить сосуд изнутри, и мы были готовы принять святость. Окей? То есть, мы с вами проговорили про первую ступень, это внешние стены сосуда, и про вторую ступеньку, это внутренние стены сосуда. Для того, чтобы получить ресурс, нам нужно заняться и укреплением стенок, и очищением сосуда изнутри. Отплюсуйте, залайкуйте, если эта мысль до сих пор понятна. Дальше. На моей программе по выходу из выгорания, знаете, очень часто ко мне обращаются, и это, кстати говоря, проблема всех девчонок, мужики тоже мотайте на ус, что у женщины есть такая огромная проблема, она вечно хочет все успеть, она хочет все успеть, она хочет успеть по всем позициям, и в бизнесе, и в доме, и обед сварить, и детей облизать, все успеть. И самореализоваться, и так далее, и так далее. И, как правило, когда ко мне девчонки приходят в программу, они идут за мамским менеджментом, за тайм-менеджментом, да, это то, о чем Мацхак Пентесеевич очень много говорит, о том, как вот это вот все распедалить и разрулить, чтобы оно все получалось. И очень тяжело было донести до сознания русскоязычных женщин, и за пять лет у меня это да получилось, и я вижу здесь некоторых своих учениц, которые подтвердят, рано заниматься тайм-менеджментом, пока мы не укрепили стенки сосуда, и пока мы не почистили все изнутри, потому что наши же установки, наши же чувства вины, наши же тараканы будут нам мешать принимать возможности, мешать принимать благословения от Творца, и разруливать это все. Удивительно, что в самом благостном, скажем так, своем состоянии я никуда и никогда не спешу, и я при этом все успеваю, мне на все хватает времени, и в голове четкая структура приоритетов, почему? Потому что выспалась, потому что энергичная, потому что в голове нет блоков, понимаете, как это работает? То есть заниматься тайм-менеджментом до того, как мы занялись самим сосудом, внешним и внутренним его укреплением, просто бесполезно, просто бесполезно. Все будет не так и не то. И вот здесь очень интересную вещь мы видим на примере ханукального кувшинчика, что когда нашли, наконец, тот самый кувшинчик, он был скреплен печатью первосвященника, запечатан. То есть это был знак того, что масло внутри, того, что все чисто, ритуально чисто, можно использовать. И для меня это огромный намек и огромная подмога и огромная идея в этом перед ханукой, которую я хочу вам передать. Внимание! Сам Творец говорит, твоя душа чиста, да, мы просыпаемся утром и говорим, душа, которую ты дал мне чиста, душа, которая во мне, Всевышний отвечает за базар. Мы, его частички, мы его лучики, мы его искорки, мы чистые создания. И основная наша проблема, как правило, когда мы уже выспались, поели и попили, немножко занялись своим телом, открывается как раз на второй ступени, внутри сосуда. И когда у нас что-то не выходит, мы очень-очень мучаемся чувством вины. Особенно, повторюсь, для девочек это актуально. Поэтому нас нельзя шимить. Мы от этого ещё хуже начинаем действовать по жизни, критиковать. Ицхак тоже очень много говорит о том, что критика разрушает отношения. И если сам Творец говорит, что наши души чистые, что у нас есть весь потенциал, и он точно это знает, то у нас нет оснований ему не доверять. И мы можем с чистым сердцем работать над укреплением сосуда снаружи, над тем, чтобы работать над собой внутри, в душе. И тогда мы однозначно, точно получим от Творца те благословения, которые так нам нужны, которых нам так хочется. Скажите мне, если эта идея понятна, потому что здесь очень важна последовательность. проработав с женщинами в состоянии эмоционального выгорания почти пять лет, я понимаю, что мы не можем перепрыгивать эти ступени. Я хотела здесь в сторис положить, спасибо, картинки, о том, как я переношу вот эту историю с сосудом на ступени работы над выгоранием. Но поскольку там очень много меня, я всё-таки выложу их в свои сторис, чтобы здесь не светить своими фотографиями особо. Можете ко мне зайти в течение суток, посмотрите, как я переменяю вот это внешнее, внутреннее и наполнение шефа Творца, как я это буквально раскладываю по ступеням работы над собой. И хочется мне очень подытожить таким маленьким кусочком из главы Ваешев, из нашей главы, не просто так сейчас такая глава, что евреи научились, чему евреи научились от Йосефа. И что мы можем увидеть очень большую глобальную идею. Это идея Ханаки, это идея хасидизма, это идея всего того, что сейчас происходит в месяце кислев. Когда очень темно, когда кажется, что ты сидишь в темнице, и ничего не изменится, и долго не меняется, и мы очень стараемся, стараемся. Основная идея выгорания заключается в том, что мы тратим усилий больше, чем получаем результата. Это основная беда выгорания. Мы еще поговорим о том, как работает механизм выгорания. Дальше здесь с вами на в игре. Но основная фишка в том, что когда мы долго находимся в состоянии тьмы, нам никак оттуда не вылезти, и мы начинаем отчаиваться. И когда к Йосефу посылают вдруг этих сорин, этих больших, значимых людей, которые вот они еще вчера стояли и подавали хлеб, по вино самому фараону, а сегодня они с тобой в темнице. Здесь был очень большой намек Йосефу, что посмотри, все может измениться. Ты сейчас здесь, но ты можешь оказаться там в мгновение ока, в самое темное-темное время. И я знаю, что сейчас для многих это время ощущается как очень-очень темное. Но Творец говорит, наши ваши души чистые, я готов вам давать бесконечно много. Пожалуйста, услышьте мой урок. И я хочу, чтобы и вы услышали мой урок. И сейчас просто, когда закончится эфир, сели и на несколько секунд подумали вот по этим пунктам. Потому что именно это нам помогает, да? Творец говорит, да, все будет зашибись. И даже когда самое темное время перед рассветом, все равно придет свет. Каждое утро мы это видим. Тяжело, но потом солнце встает. Каждое утро, да? И праздник Ханук это праздник света. В самое темное время года, в самый холод. Вот я сижу тут у обогревателя. И, собственно говоря, урок сосуда, он нам дает механику, он нам дает принцип того, как же можно быть готовым, готовым вот к этому избавлению, к этой радости, к тому, чтобы Творец раскрыл свои ресурсы и наполнял нас бы шефа без ограничений. А для этого нам нужно укреплять свой сосуд снаружи и работать над собой изнутри. Вот и все на сегодня. Во-первых, в сторис вы можете посмотреть, как я это раскладываю по ступенькам у меня в аккаунте. Во-вторых, после Хануки сделаем с вами несколько обалденных уроков. Сделаем с вами несколько обалденных уроков. Я расскажу вам о трех причинах женского выгорания по мудрецу морали. Вы не поверите, что сотни лет назад мудрецы, мужчины уже знали, по каким причинам женщины входят в выгорание и рассказали нам не только о самих причинах, но и как выходить из этого состояния. Сейчас буквально тут пару вопросов. Молитвы к Всевышнему помогают. Благодарю. Бару Хаше. Смотрите, молитва к Всевышнему. Если у вас, в принципе, возникает такой вопрос, то я вам скажу на таком очень-очень простом языке. Молитва к Всевышнему помогает человеку наконец остаться один на один с собой. Это ибдедуд. Это необходимое качество для того, чтобы в нас проснулась бина. Бина – это интуиция. Почему, например, у Сары и Мэйна, у нашей праматери, интуиция была сильнее? У Авраама на Вуа было сильнее, это пророчество, а интуиция у Сары, если переводить таким простым языком. Потому что она была в шатре, она часто была одна, она имела возможность уединиться и тонко почувствовать. Поэтому молитва – это время, когда вы, наконец, можете остаться с Творцом один на один. Когда я начала практиковать еврейскую медитацию, о ней мы тоже с вами поговорим. Кстати, напишите мне сейчас, если вам эта тема интересна, потому что, да, я хочу в неё зайти. И мне как раз предложили на Ваикре её раскрыть, потому что у людей прям потребность есть успокоить свой мозг, успокоить свой разум, выйти на контакт со святостью. И это очень круто, что я могу об этом вам рассказать. Так вот, молитва даёт нам возможность уединения, возможность прислушаться к себе через диалог с Творцом. И возможность лейт-кавен, то есть молитва по факту, медитация по факту является каваной, а молитва по факту для меня является медитацией. Только когда я начала применять медитацию, вот такую обычную, да, и делать её еврейской для себя, я стала молиться, как медитирую. И это вывело меня совершенно на другой уровень, когда ты в этих словах начинаешь видеть новые смыслы, когда это не просто тарабарщина, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А когда действительно в этом стоит огромный-огромный смысл и такая мощная поддержка, которая проходит через тысячелетия, что от этого сложно отказаться. Я вас обнимаю, я желаю вам светлой хануки. Я правда-правда верю, что этот месяц что-то глобальное изменит в мире и осветит наш мир. Рада была с вами познакомиться. Вы какие-то совершенно фантастические. Сердца просто шли на протяжении всего эфира. Обнимаю, сохраняю эфир. И до следующих встреч после хануки.